Здравствуйте! В эфире канал «Россия» итоговая информационная программа «События недели» в студии Дарья Тензин. В городах и районах Карачаева-Черкесии прошли культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню Возрождения Карачаевского Народа. По традиции в Карачаевске у мемориала жертвам депортации Карачаевского Народа возложили цветы в память наших земляков, погибших в годы ссылки в Казахстане и Средней Азии. Репортаж Алихана Лепшокова. Карачаевский народ является примером мужества и стойкости, сумевший возродиться из-за вене, вернувшись на родную землю и сегодня продолжает жить и созидать на благо родного края страны. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темреза вместе с представителями правительства Республики Духовенства почтили память погибших в годы депортации. Совершил обряд дуа по тем, кто не вернулся домой заместителем уфтия республики, ректор Исламского института Мухаммад Хаджи Батчаев. После чего все собравшиеся возложили цветы к мемориалу жертвам репрессий карачаевского народа. Я вернулся восьмилетним родителями в 56-м году, осенью, и мы так радовались. А больше всех, наверное, наше старшее поколение. Какое они видели горе, какие страдания, но вернулись. Вернулись с честью, достоинством, сохранить свою культуру, традиции, обычаи, язык сохранив. А в Средней Азии мы были едины, находясь в условиях геноцида. 3000 карачаевцев были награждены орденами, медалями. Из них 99 орденами, а из этих 99 35 высшие награды родины орденом Ленина. Память о тяжелых испытаниях карачаевского народа должна сохраняться в сердцах каждого из нас. И этот урок истории позволяет почтить подвиг наших предков и укрепить наше внутреннее единство, отмечали участники памятного мероприятия. Две делегации ездили Никита Сергеевича. Один восьмилетний старик Чагаров Ибрагим Хуршова во второй делегации был. Никита Сергеевич спросил у него, сколько вам лет? 88. Вы работаете, да, сторожем в колхозе. А что вы, как могли приехать в Москву в Средней Азии? Он ответил, Никита Сергеевич, приехать-то я приехал. Я не стану, если вы не дадите добро возвращению карачаевскому народу. Карачаевского народа. И вот я поражаюсь мужеству этих людей. В 57-м году вернулся карачаевский народ в свою родную землю. И сегодня вместе со своими братскими народами, в единой семье народов Северного Кавказа, Российская Федерация, мы строим свое сегодняшнее и завтрашнее. Это счастье, радость для всех, кто это понимает. И, конечно же, это была мечтой. Мечтой, когда в далеком 57-м году наш народ возвращался сюда. Это было праздником, праздником надежды. Действительно, несправедливо было поступлено с целым народом, который, как говорится, незаслуженно был растоптан и выслан с этого места. Поэтому все время это дело обсуждаем и думаем так, чтобы никогда ни с каким народом больше это не повторилось. Обычно говорят так по-русски, что врагу не пожелаешь то, что не хочешь желать себе. Сегодня, в 67-ю годовщину возрождения карачаевского народа, каждый из нас никогда не забудет все ужасы депортации. И мы уверены, что эти страшные страницы останутся навсегда в прошлом, отмечали собравшиеся у мемориала. Али Халебшоков, Алла Динаева, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Сегодня православные верующие празднуют Светлое Христово Воскресенье. Дорогих земляков с Пасхой поздравляет глава Карачаева, Черкесии Рашид Семрезов. Пасха крепко связана с народными христианскими традициями, которые перекликаются с традициями других конфессий. Проявление заботы и милосердия к ближнему, укрепление семейных устоев, родственных связей. Уважение к друг другу, почитание старших и взаимопомощь. Основа всех религий – залог единства и силы нашего многонационального государства. Пусть пасхальные дни принесут ваши дома радости и благополучия. В столице Азербайджана Баку прошел шестой всемирный форум по межкультурному диалогу. В нем участвуют представители более ста стран мира. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию муфти ФСКФО и ЮФО России в главе с председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтием Карачаева Черкесии Исмаилом Хаджибердиевым. На встрече стороны подчеркнули историческую и культурную связь Азербайджана и российских регионов. Это способствует развитию дружественных отношений между странами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что необходимо и далее укреплять положительные тенденции в направлении межкультурного взаимодействия и разнообразия. И выразил уверенность, что большое число религиозных лидеров со всего мира, собравшихся в эти дни в Баку, продемонстрирует солидарность и лидерство. Ибо слова религиозных лидеров очень важны для всех народов мира. Очень важно услышать с их уст позитивные послания о мире, толерантности и взаимном уважении. В рамках форума проходил и ряд пленарных сессий и панельных дискуссий, которые направлены на обсуждение вопросов образования, работы с молодежью, изменение климата, незаконной миграции, искусственного интеллекта, защиты религиозного и культурного наследия. Социально-экономическое развитие Черкесска, поддержка военнослужащих и их семей, комфортная городская среда и многие другие приоритетные задачи озвучил мэр республиканской столицы Алексей Баскаев. В мероприятии принял участие председатель правительства республики Мурат Аргунов, также представители правоохранительных органов, руководители федеральных подразделений, общественных организаций и городских предприятий. Смотрите подробности. Начиная свое выступление, Алексей Баскаев подчеркнул, что для мэрии города на протяжении двух лет поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также их семей является приоритетной задачей. Мэрия Черкесска, предприниматели, горожане принимали самое активное участие в отправке грузов нашим военнослужащим. Это предметы первой необходимости, продуктовые наборы, техника, автотранспорт и многое другое. Здесь на местах помощь семьям военнослужащих оказывается комплексно. С каждой семьей работа ведется индивидуально. Все семьи в полном объеме получают утвержденные региональные выплаты. В отчетный период город показал рост поступлений налогов и других сборов. По сравнению с предыдущим периодом, объем собственных доходов городского бюджета увеличился почти на 6%. Это на 77 миллионов рублей выше поступлений 2022 года. Объем безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов составил 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Это средства, которые предоставлены городу для исполнения переданных полномочий в сфере образования, социальной поддержки, а также средства в сумме 368 миллионов рублей, полученные благодаря участию Черкеска в реализации нацпроектов. Также был отмечен естественный прирост населения в Черкесске. В прошлом году родилось 1229 младенцев. Ежегодно растет и количество горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. В рамках республиканской программы начнутся ремонты детских садов Черкеска и строительство новых спортивных объектов. В северной части города начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 7 тысяч квадратных метров. Новый объект располагает различными залами для проведения мероприятий и занятий по игровым видам спорта, бассейнам и так далее. В парке «Зеленый остров» началось строительство академии тенниса скрытыми кортами для групповых и индивидуальных занятий круглый год. Рядом с лицеем номер 15 планируется начать строительство модульного физкультурно-оздоровительного комплекса. В рамках муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей в прошлом году выдано 15 сертификатов на приобретение жилья, в текущем – 14. Всего по муниципальной программе сертификаты на приобретение жилья получили 62 семьи из Черкеска и 815 многодетных семей получили участки. В северной части города жилье получат еще 35 тысяч человек. В прошлом году 198 семей Черкеска, жители четырех многоквартирных домов, получили новые квартиры в северной части города. В текущем году переселим еще более 200 семей. Всего в рамках этой программы с 2021 года квартиры получили 533 семьи. Отмечу, что микрорайон «Северный» обеспечивается всей необходимой социальной инфраструктурой. В перспективе здесь появится жилье для 35 тысяч человек, что сделает его доступным и комфортным для большого количества жителей. В прошлом году в Черкесске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроены 25 дворов. В этом планируется еще 22. Как и раньше, дизайн проекта разработаны с учетом мнений и пожеланий жильцов. Всего с начала действия программы в Черкесске приведены в порядок более 175 придомовых территорий. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» провели масштабную реконструкцию каскадной лестницы. Именно за этот проект проголосовало большинство жителей во всероссийском голосовании. Торжественно в День защиты детей открыли светомузыкальный фонтан в парке «Столетие Карачао-Черкесии» – одну из главных городских достопримечательностей. Провели благоустройство аллеи на улице Даватра, вблизи пограничного управления. В этом году приступили к реконструкции первого светомузыкального фонтана на площади перед мэрией. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в республиканской столице приведено в соответствие стандартам свыше 63 километров дорог, 13 километров из которых в прошлом году. В числе важных задач – обеспечение безопасности дорожного движения. Работы по улучшению в этой сфере ведутся на постоянной основе. С улиц Черкеска полностью ушли устаревшие ламповые светофоры. Везде установлены современные программируемые объекты. В 2023 году впервые на участках муниципальных дорог установлены светофорные объекты, оборудованные вызывными устройствами для пешеходов, для безопасного перехода дороги. В прошлом году на дорогах появились свыше сотни новых знаков, обустроены десятки парковочных мест. Положительная динамика была отмечена практически во всех сферах. В ходе доклада обсудили и проблемные вопросы, такие как санитарное состояние города, а также рассказали о реализации масштабного проекта капитального ремонта проспекта Ленина и подготовку к 200-летию города в 2025 году. Большая часть целей и задач, о которых рассказал сегодня Алексей Олегович, напрямую связаны с планами развития всей республики. Вся эта работа делается на всей территории муниципальных образований, которые есть в нашей республике. Дарья Тендит, Артур Умхце, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас реклама, а после продолжим. Мебельный салон «Слон». Широкий ассортимент классической и современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. Лазерная коррекция зрения. Детские кейсы, достойная оплата труда, возможность выйти на новый профессиональный уровень. Звоните 20 100 или 20 300. Приходите. Черкесск, Октябрьская, 226. Станьте частью команды профессионалов. В ГТРК и правительство Магаданской области 24-25 мая проводят телефестиваль «Русский север». Цель фестиваля – привлечение внимания общественности страны к жизни людей на севере. Истории освоения северных регионов России, реализуемым там государственным программам, защите природы севера, культуре народов, которые там проживают. Подробности на сайте вестимагадан.ру В Карачаево-Черкесии в этом году летней оздоровительной кампании планируется охватить около 12 тысяч детей. Об этом говорили на совещании в Доме правительства с участием министра образования республики Инны Кравченко и представителей профильных организаций «Ведом», задействованных в организации летнего отдыха детей. Мадина Каракетова подробнее. Лето – самая волшебная пора для детей. Именно с летним отдыхом, каникулами связаны самые лучшие детские воспоминания. Министерство образования республики ежегодно проводит летние оздоровительные кампании, стараясь организовать самые лучшие запоминающиеся каникулы как можно большему количеству детей. В этом году в детских оздоровительных лагерях республики отдохнут около 12 тысяч детей от 7 до 17 лет. Планируется функционирование 110 лагерей, в том числе семи задорожных, двух палаточных и 101 школьного лагеря с дневным пребыванием детей. И летняя оздоровительная кампания 2024 в нашей республике начнется с 1 июня текущего года. В оздоровительные лагеря будут приглашены дети участников СВО, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. 6400 детей будут отдыхать в пришкольных лагерях дневного пребывания. 750 детей у нас отмачены клубами выходного дня. И 2000 детей будут охвачены другими малозатратными формами отдыха. Еще около 300 детей у нас отдохнут в федеральных центрах. 100 детей участников СВО на побережье Черного моря. Кроме того, в нашей республике в этом году также запланирован отдых 750 ребят из Старобирского района Луганской народной республики и 60 ребят из Белгородской области. Мы ждем в гости. Второй год подряд в Карачево-Черкесии на базе двух лагерей «Адель» в Домбае и «Шахар» в поселке Эркин-Шахар будет работать профильный тематический лагерь «Движение первых». На организацию отдыха детей в бюджете республики предусмотрены необходимые средства, выделены и дополнительные на отдых детей, приглашенных из Старобирского округа ЛНР, Белгородской области, а также детей-гостей из Палестины. Участники совещания из профильных министерств и ведомств рассказали о приоритетных направлениях в работе летних детских оздоровительных лагерей. Воспитательная деятельность в детском лагере реализуется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, которые были зафиксированы в стратегии развития воспитания Российской Федерации. И приоритетной задачей на сегодня является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ценности духовные, способные реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Участники совещания также отметили, что особое внимание будет уделено антитеррористической защищенности и пожарной безопасности детских лагерей, также строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Вековой юбилей отметила 1 мая почетный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный учитель Карачаева-Черкесии Софья Барлакова. 60 лет она проработала в средней школе номер один города Карачаевска. Первыми Софью Исуфовну поздравили вести. Подробности в репортаже Светланы Казиевой. В свой столетний юбилей Софья Барлакова встречает гостей в приподнятом настроении, но скромно замечает, что сегодня обычный день. А вот раньше, говорит, первомайское утро начиналось с парада. Старейший учитель города Карачаевска продолжает удивлять мельчайшими подробностями своей жизни длиною в целый век. У меня был дедушка Сарамза, который никому не доверял меня. У него не было до меня ни внуков, ни малышей. Куда бы он ни пошел, что бы он ни делал, меня за руки и везде водил. Поэтому я детство провела очень хорошо. Когда выросла, решила стать медиком. Но судьба распорядилась по-своему. Ближайшее медучилище было в Пятигорске. И юную Софью родители не отпустили. Поступило в педучилище. Будучи студенткой, застало известие о начале Великой Отечественной войны. Мама с базара пришла и говорит, началась война, говорят. А затем пришлось испытать и тяга до депортации. Вместе со всем карачаевским народом 14 лет провела в ссылке в Средней Азии. О профессии учителя на время пришлось забыть. Софья трудилась на фабрике в Чалдоваре. Одежду шила для фронта. По возвращении на родину окончила филологический факультет Карачаево-Черкесского государственного педагогического института и начала свою долгую профессиональную деятельность. В трудовой книжке Софьи Юсововны лишь одна надпись. Учитель начальных классов Средней школы номер один города Карачаевска. Она отдала своему любимому делу 60 лет. Последние пять лет на заслуженном отдыхе. Но признаётся, что очень скучает по школе. Конечно, скучаю. Я сколько лет? Безотрывно 60 лет я проработала в школе. Последние годы я брала 6 часов. Понедельник, среда, пятница вот эти дни. Ну, до 95 лет, стоя на ногах, я проработала в школе. Я любила работать. Я ни одного дня не пропустила. Ни одного дня. Вот 60 лет я в этой школе проработала. Может, вот это трудолюбие, позитивный взгляд на все перипетии жизни и простые человеческие радости в кругу родных людей и есть секрет долголетия Софьи Юсуфовны, которую очень любили в школе и продолжают любить сотни благодарных её учеников. Жителям республики желаю всем доброго здоровья, быть людьми, человеком быть. и чтобы друг друга не забывали, ценили. Жизнь сейчас не такая, как раньше. Тяжело. Но всё переносимое. Терпение на всё. И вот между собой общение доброе. Светлана Казиева, Олег Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Возрождаю былые традиции. В Зельчугском районе состоялся конкурс стригалей, организованный Министерством сельского хозяйства Карачаева-Черкесии. Мероприятие было приурочено к объявленному президентом Владимиром Путиным году семьи. В конкурсе приняли участие фермеры с многолетним опытом работы в стрижке овец. О том, кто стал победителем, расскажет Алла Качиева. Всё надо делать. Качественно и быстро надо. Всё считается здесь. Денис Ламабисалов принимает участие в конкурсе по скоростной стрижке овец уже второй раз. Десятки его соперников – фермеры республики с многолетним опытом работы, для которых эта процедура уже вековая традиция. Здоровье животного и качественная шерсть. Стрижка овец – дело непростое. Тем более, профессионалов в этом деле не так и много. Инструмент должен быть качественным, прочным, удобным в работе. Стрижка одной овцы – это работа не для одного человека. Притом, нужно правильно организовать процесс. Понять анатомию овцы и научиться правильно её укладывать и фиксировать. С одного барана можно получить от 4 до 9 килограммов шерсти. Кстати, в Карачаево-Черкесии её перерабатывают. В фабрике – вулкам. Он должен уметь это правильно делать, потому что может навредить внутренностью животного. И животное может заболеть и погибнуть. Это раз. Во-вторых, он должен вести, уметь так, машинку, чтобы перестрига шерсти не было, чтобы машинка всегда шла хватлую к поверхности кожи, и тогда будет качественная стрижка, чтобы вся длина шерсти оставалась в руне. Жители Карачаева-Черкесии всегда славились своим мастерством стрижки овец, рассказывает Михаил Егоров, некогда проработавший в нашем регионе. Сегодня он частый гость республики. Карачаево-Черкесия – это зона исконная, традиционная развития овцеводства. Понимаете, и получается в Карачаево-Черкесии. Поэтому здесь хорошие стада, уникальная карачаевская порода. Ну а самое главное – люди, чебаны, специалисты, руководители, которые сегодня, вчера занимались овцеводством, сегодня и завтра будут заниматься. Это родина Сапара Барамкулова, который был чемпионом России, мира, Советского Союза. Конкурс проводится в целях популяризации профессии стреголя, передачи знаний и опыта от старших к молодёжи, говорят организаторы. Сегодня в республике особое внимание уделяется перспективам развития овцеводства, в частности, мясошёрстного направления. У нас в регионе основном развито мясное овцеводство. Мы в этом направлении вышли на лидирующие позиции России. На территории Карачаево-Черкесской республики уже в настоящей форме функционирует большое перерабатывающее предприятие «Кавказмясо», которое выпускает готовую продукцию по стандартам халяль и кошер. И, соответственно, с этим у нас уже проблем нет. Я имею в виду, со сбытом мяса у наших фермеров уже проблем нет. По итогам конкурса первое место занял Хамид Шедак, а второе у Ахмата Баташева и третье у Денислама Абисалова. В категории «Ручная стрижка» первое место занял Рамазан Качкаров. Лучших стригалей республики наградили ценными призами. Кроме того, на площадке состоялся иконный пробег. Мероприятие сопровождалось концертной программой с участием творческих коллективов республики. Алла Качиева, Зумрад Халкечева, Лебастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Поэзия – чудесная страна, где правит рифма целым миром. Ей власть особая дана нас, покорясь звучанием лиры. Каждый поэт – это целый мир и своим творчеством. Они помогают нам быть добрее, решительнее, нежнее, мужественнее. Наполняют оптимизмом, верой в добро и волнуют читателей до глубины души. Классная встреча в рамках проекта «Движение первых» прошла с поэтом, корреспондентом ГТРК «Карачаева-Черкесия» Артуром Кцеф в поселке Майский. Алла Динаева подробнее. Встреча с известным поэтом – это всегда праздник. На классные встречи первых с активистами движения школ поселков Майский, Ударный, Октябрьский, Мичуринский и Кавказский пригласили поэта и журналиста Артура Мхце. Это проект, который проводит «Движение первых». Что такое классные встречи? Мы приглашаем в школу интересных людей, художников, поэтов, журналистов. Ребята хорошо знакомы с биографией и творчеством гостя. Артур Мхце – поэт, выросший в семье поэта. Его отец – классик абазинской литературы Керим Мхце, выпускник литературного института, который проявил сыну не только любовь к поэзии, но и умение работать над поэтическим текстом. Отец Артура – знаменитый абазинский литератор, публицист, народный поэт Карачева-Черкесии Керим Мхце, автор восьми сборников поэзии, многочисленных статей и очерков. 5 мая Кериму Мхце исполнилось бы 75 лет. Многие его произведения литературоведы оценивают как мировое достояние. Отец прививал любовь к тем же самым стихам, произведения Пушкина, Лермонта, всё, что по школьной программе. Просто учил меня читать стихи с какими-то эмоциями, с чувствами. Не так, чтобы, допустим, просто наиграно, а чтобы человек прочувствовал. В школе посёлка Майский Артур во второй раз. Впервые он сюда приехал снимать репортаж, когда открывали мемориальную доску выпускнику этой школы-участнику СВО Аслану Динаеву. И в тот же вечер Артур посвятил ему стихотворение. То, что происходило во время этого мероприятия, оно немножко меня задело, заживое. Я видел его супругу, которая с поникшенным лицом стояла. Его родственников, ребёнка маленького, который не понимающий, для него это всё игра. И вот всё, что происходило, оно просто... Ну и та же доска памяти, где он как раз и смотрит с высока неподвижно вдаль. То есть вот это всё как бы и сподвигло написать. Мы подмоги всё же дождались. Только я чуть не сдюжил. Жаль. Сорвалась водопадом вниз. Безутешна твоя печаль. Я иначе подмогу, не мог. Не оставил людей, ребят. Нет победы иных дорог. Жизнь отдать братца брата. Много лет Артур Мыхце работал на телевидении в Москве. Вопросов у активистов движения первых к поэту и журналисту было много. Где вы пишете свои стихи? На портале стихи.ру есть. Я просто стараюсь там, например, подбираю какую-нибудь картиночку с соответствующей тематикой и размещаю там. Поэтому я о чём говорю, что у меня нет желания, стремления, вернее, популяризировать своё творчество. Книг не выпускаю, потому что я уже сказал. В принципе, считаю, что сейчас плюс в век информационных технологий много можно найти в интернете. Что вас побудило, так скажем, заниматься вот этим вот творчеством? Выразить свои эмоции необычным способом, там, может, какой-то девушке либо какому-то событию. Это, собственно, и побудило сначала. Распроизвожу у себя в голове какие-то события, которые либо могли быть, либо были в прошлом. И вот, собственно, так пишу. А начинал, собственно, с того, что романтика, с этого многие начинают. Могли ли вы заработать в своём хобби? И сколько? Кому-то интересны. Мне уже этого достаточно. А поэтому зарабатывать, допустим, на своём хобби, ну, я не пытался. Знаю, что можно, но для меня главное, как бы, вот самовыражение. И если, ещё раз говорю, кому-то мои строчки чуть-чуть хотя бы делают легче, может, понятнее там какие-то, выразить свои эмоции, мысли. Поэтому, ещё раз говорю, для меня хобби – это просто хобби, на котором я не зарабатываю. Я журналист, а если скажут, что я, допустим, плохой поэт, мне, честно, я совершенно не обижусь. Скажут плохой журналист, пусть докажут, почему. Майская школа. Какой ваш самый любимый стих? Сказать, что там одно более любимое, одно менее любимое. Я не могу. Просто стихи, они, ну, как бы, есть и есть. Есть стихи, которые я считаю удачными, есть, которые считают, ну, менее удачными. Ну, если когда чётко попадает всё, ну, как бы, то, что я хотел выразить. А так, скажут, одно я прочитал, если надо, могу ещё какое-нибудь прочитать. Воссоздам отворили твою бесконечность, чётче контуры, чувствами дышат глаза. Отражение пленникам стану навечно, За движением кисти успешно скользя. Манят образа робость в рисованном свете, И от влаги волос непокорная прядь. Приручён, кто за тех, мы должны лить в ответе, Под себя не пытаясь, а не что-то менять. И пусть снова ветра перемен вдохновляет на создание полотенков. Берём, кто знает, кто там. На холсте мой талис питает, Вверх в силу искусства твоих чудеса. Скажут скептики, в этом обществе стать диковинным мавитон. Не должно быть различий в множестве чередующихся персон. Уникальность сменяют схожестью, Добавляют ряд общих черт, Обзаводятся толстокожестью и графой в резюме. Эксперт. Диссонируешь ты с банальностью, Внутрь сомнения не впускай. И особенной будь тональностью, Фальши в помыслах избегай. Пусть считает толпа чудачеством, Нежелание терять лица. Своего не стесняйся качества. Во что веришь, стой до конца. Презенты получили школьники за лучшие вопросы. А в завершении встречи Ребята взяли автограф у Артура Керимовича, Посмотрели и музей памяти. 11 яблонь посадили во дворе школы поселка Майский Участники встречи вместе с Артуром Мхце И мамой Аслана Динаева Людмилой Анатольевной. Аладинаева, Ринат Муков, Вести, Крачево-Черкесия, Майский. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения, всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»